Всех приветствую! Это игра Skyforge. И с 11 февраля по 3 марта, по-моему, в игре начался ивент под названием Мистерия Любви. Вот так вот преобразился парк Skyforge. Куча разных сердечек и розочек. И в честь вот этого ивента на торговой площадке в разделе праздники появились различные костюмы и другие плюшки. Также всякие учителя там на контрапасках, парапанах. Также самое прикольное, но это уже было в прошлом году, это вот ездовой Тоби. Это маунт, которого вы можете получить бездонатной валюты за счет вот этих вот накопленных ивентовых штучек розовых, которые называются розовый кварц. Характеристики у влюбленного Тоби, которого мы можем получить за розовый кварц, точно такие же, как у обычного Тоби. Сейчас я покажу его в действии. Вот так он выглядит. Этот Тоби умеет прыгать, а также если вы делаете двойной прыжок, то образуются вот такие вот рубляшки или сердечки. В них можно залазить и потом отлетать. Время этих пузырьков ограничено и оно, как вы видите, 50 секунд осталось до этих пузырьков. Неплохой такой прикольный маунт. Советую его припрости, если вы не успели это сделать в прошлом году. Ну а теперь давайте же посмотрим весь ассортимент этого ивента. Вверху вот вы видите тут упаковку аппликаторов розового кварца, но это для самых ленивых, кто не хочет фармить. Это я разуга Трифидов, если вас Трифиды уже задолбали. Костюм Прэпи. Я его купил недавно совсем. Сейчас покажу, как он на мне выглядит. Вот так он выглядит. Этот костюм является перекрасом, но перекрас не совсем обычно. Тут также изменены и текстуры на этом костюме. Сейчас покажу этот костюм в гардеробе. Вот такой этот костюмчик зеленого цвета, как вы видите. Тут вот зеленые штуки какие-то чулки идут и там босоножки. И сзади вот, типа как тканевая такая, нашитая на ключах. А если переключаемся на другой цвет, то уже получается типа как кожаная ерундень. И тут вот появляются какие-то вот блестяшки внизу, которых не было на зеленом цвете. То есть костюм прикольный и это не совсем перекраска. Он как бы даже видоизмененный, там с текстурами видоизменений есть. Ладно, продолжаем дальше. Следующий костюм Дэнди, это тоже перекрас. Ну и дальше пошли костюмы, которые были в предыдущих ивентах. По-быстрому их прощелкнули. Парадная прогулок красного цвета. Нимбы пошли. Я не особо любитель нимбов и крыльев. Поэтому у меня не куплю. Крылья хранителя. Крылья влюбленных. Причудливые крылья. Крылья лепестки. Розовые лепестки. Это эмоция. Просто вот так кидаете. Лепестками кидаетесь. Потом новое в этом ивенте. Мистерию любви в этом году. Краски цвета для волос. Потом самоучитель сласти и страсти. Самоучитель любовное послание. Их я куплю и покажу попозже. Тоби уже смотрели. Потом взгляд влюбленных. В глазах появляются сердечки у вашего персонажа. Набор разысканной фантазии. Это набор таких причесок. Потом самоучитель игры на контрабасе есть. Тоже с прошлых ивентов. С прошлых годов. Самоучитель игры на барабане. Куплю себе вот это самоучитель любовное послание. Самоучитель сласти и страсти. Также куплю краски для цвета волос. Так. Так. Краски пока отложу. Любовное послание и сласть и страсти. Лизы. Сейчас буду показать. Заходим сначала вот на бурку жи. А потом заходим в праздничные жесты два. И вот оно. Первая эмоция новая. Это любовное послание. Так вот оно работает. Следующая эмоция это называется сласти и страсти. Персонаж просто садится на кабуреточку и ест там какое-то мороженое. Наверное вкусно. Ням-ням. Теперь разберемся с краской для волос. Заходим вот к стилисту Квинти, который находится в научном центре. Где-то тут был цвет волос. Заходим в цвет волос. Это для того, чтобы посмотреть, какие новые цветов волос добавляют. Сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре. Четыре по воризонтали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь. И восемь по вертикали. Это получается 8 на 4, 32 цвета. Сейчас выходим отсюда. Я заюзаю вот эти новые цвета. И опять заходим к ней. Помните, там было 32. Вот они. Внизу появились новые два цвета. Вот такой вот какой-то красный с оттенками черного. И второй цвет какой-то розовый. Да, все правильно. Было 32. 30 стало. То есть, блин. Было 4 на 8, 32. Стало 34. Вот два новых цвета. Там много, если кому интересно. Фармить розовый кварц можно деликами. Это первый делик. Это посланник USB, по-моему. И этот делик можно делать в любое время. Просто подходите в парке к Таис. Вот тут вот. Сейчас покажу на карте. Вот тут на карте находится. И берете не вот это задание на единичку. Посланник любви. Да, соглашаетесь. Таис облачает вас в такое вот одеяние. И дает в руки лук Купидона и стрелы. На карте нужно будет найти НПС. Вот она, по краю, по мечен кружком. Походим к этой НПС. Вот я уже подошел. Так как у меня персонаж женский, то я подхожу к девушке. И вот нажимаю поговорить с ней. И она нам болтает, что она типа там в кого-то влюбился. И я должен ей помочь выстрелить в этого чувака. Он носит белый костюм с черной отделкой и шляпу с сиреневой мелькой. Короче, белый костюм и шляпа с сиреневой фигмой. Потом на карте отличается вот такими вот точечками. Эти НПС все, которые стоят, и нам нужно найти нужного и стрелить в него. Все, Делик. Посланник любви. Выполнен. Плюс 400 кварцев. Так вот, появились ядовитые Трифиды. Просто их убиваем. Дают вот такой таинственный трофей. Во время благородного уничтожения тварей вторжения мы наткнулись на агрессивный букет Трифидов. Трифиды-веды вели себя враждебно и были уничтожены. На их месте вы нашли этот трофей. Трифиды могут появляться в любых танжах, в звеньях, в группах, а также во вторжениях. Они появляются рандомно. Мне вот дали голографических 20 штучек этих. я в основном фармил, когда мне не хватало на острые дырки. Просто захожу на самую легкую сложность и начинаю бить мобов. И они вот там появляются иногда в начале, иногда в конце. И второй дейлик в парке, который появляется ежедневно, его можно сделать один раз в день, называется «Прекрасный и опасный». Но его можно сделать не когда захочешь, а он в определенное время. Днем с 9 до часа и вечером с 6 до 10 часов вечера по Москве в парке появляются ядовитые бутоны там в кустах. Нам нужно подходить в эти кусты, юзать, взаимодействовать с ними и оттуда могут вылазить ядовитые Трифиды и их нужно убить здесь, чтобы за этот квест нам дадут 500 кварцев. Ну, в общем-то, про все награды с этого ивента в честь Дня влюбленных я вам рассказал. Квесты «Вершитель судеб», которые дает Таис и квест «Чужими руками» в этом году точно такие же, как и в прошлом году. Поэтому я записываю их в столб. Если кто желает, может их посмотреть. Сейчас вот в правом углу появится ссылочка на эти видео. Если понравилось, ставьте пальцы вверх и всем пока. И не забудьте взять маунта за розык вас, если у вас его нет. Холярный маунт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok